Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на городском телеканале ЮТВ, где наши корреспонденты рассказывают о главных событиях дня в Оренбурге и области, а эксперты дают им оценку. Меня зовут Алексей Чернов, сегодня в выпуске. В Оренбурге устраняют последствия аварии на магистральном газопроводе. Из-за взрыва в ночь на понедельник жители пяти сел остались без отопления. Попали в снежный плен. Из-за непогоды сотрудники Оренбургского МЧС провели сразу несколько спасательных операций. Жильцы здания Гагаринской ледки остались без воды. Спустя три дня коммунальщики так и не устранили последствия аварии в эстрическом здании. Разрешили банкеты и корпоративы. Губернатор ввел послабление антиковидного режима. Об этих и других новостях далее в выпуске. Газоснабжение восстановлено и перебоев больше не будет. В региональном правительстве рассказали об устранении последствий аварии на магистральном газопроводе. В ночь на понедельник из ИЧП без отопления остались пять населенных пунктов. Это почти 1800 человек. Наши корреспонденты побывали в этих селах и на месте аварии. Когда 23 февраля в 9.30 по Оренбургскому времени произошел взрыв на газопроводе, семья Сорокиных из села Измайловка в полном составе находилась дома. День защитника Отечества планировалось отметить в тесном кругу. Родители и трое детей школьного возраста. Но к обеду из СМС от МЧС стало известно, что семье возможно двое суток придется жить без отопления. В этот момент в дом уже перестал поступать газ и температура начала падать за считанные часы. Без отопления Сорокины находились 14 часов. Минус 10, минус 15 невыносимо было в доме находиться. Мы все окна закрыли тряпками. Детей отправляли к бабушке, а сами с мужем дома были. Бабушки теплее? Да, она топит печку дровами. Еще есть возможности выключения. Нам сказали, что к 12 часам дня должна отключить. Вот мы ждем сейчас. Как будем дальше, не знай. Детей опять, наверное, будем отправлять к бабушке. Владельцам старых печей в этой ситуации повезло чуть больше. Дровами прогрела свой дом мамы двоих дочерей Натальи Кузнецова. Но, тем не менее, женщина не стала испытывать судьбу и в этот же день приобрела обогреватели в Илейке, где уже судорожно скупали электрические источники тепла жители соседних сел. Включали, отключали. Вот всю ночь я не спала. Кухня у нас там вся перемерзла, все перемерзло. Здесь вот хотя бы более-менее поддерживали, где спим. Ну, мы все окна заколотили. Нам пришлось их вообще зашпаклевать просто. Так вот до трех часов ночи, наверное. Потом уже включили. Семья Панфилкиных из Герасимовки ночевала аналогично. Все четыре человека в одной комнате. А тем временем в группах в социальных сетях жители Ильека предлагали замерзающим кров. Были и другие альтернативы. Как нам рассказал глава Новосергиевского района, пять обогревателей отправили в Герасимовку, 50 в Мустаево. Однако семьи, с которыми разговаривала наша съемочная группа, сообщили, что ни о каких предложениях о помощи не слышали. На случай наихудшего развития сценария были подготовлены пункты временного размещения в населенном пункте Новосергиевский район на базе учебных заведений, на базе районной больницы. Но, к счастью, они не были задействованы. В 20 километрах от этих сел с момента взрыва начали работать спецслужбы. Как выяснилось, на участке 108-м километре магистрального газопровода Союз произошел разрыв с возгоранием. В результате нарушилась часть магистрали Оренбург-Новопсков. Было принято решение проводить работы на 102-м километре магистрального газопровода Оренбург-Новопсков. Специалисты Газпром Трансгаз Екатеринбург установили технологическую заглушку. Это позволило продолжить стабильное газоснабжение потребителей Оренбургской области и одновременно вести восстановительные работы на газопроводе. В ночь на 24 февраля устраняли последствия аварии 50 единиц техники и 170 сотрудников как региональных, так и федеральных служб. На трубах высокого давления работали специально обученные сварщики. Им пришлось в экстремальных погодных условиях провести не менее 9 часов на улице. В отдельных районах области в эту ночь температура воздуха опускалась до минус 30 градусов, что является ниже многолетней нормы. И порывы ветров достигали 18 метров в секунду. Как нам рассказал Михаил, на момент съемок на месте работали около 20 человек. В итоге после морозной ночи порядка пяти семей из Измайловки остались с поврежденными коммуникациями. Как рассказывает глава, могло бы быть и хуже, если бы в села в течение ночи не поставляли газораспределительную станцию, которая подавала тепло по 10 минут. Расходы на ремонт администрация пообещала взять на себя. Мы ввели режим ЧАЭС и в рамках закона режима ЧАЭС все работы будут выполнены. Человек не должен страдать из-за этого. Окончательно восстановить газоснабжение удалось 24 февраля в 4.45, сообщает официальный инстаграм-аккаунт губернатора области. Газовикам еще придется поработать над возобновлением транзитного потока в Казахстан. Как нам пообещали в администрации Новосергиевки, оренбуржцы без газа больше не останутся. Валерия Шарова, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. По мнению члена общественной палаты Оренбурга Дениса Терского, взаимодействие с людьми, которые остались без отопления, было организовано плохо. По его мнению, пока власть отчитывалась о восстановительных работах и подвозе топлива, люди жаловались на отсутствие какой-либо помощи. Подробнее в рубрике «Экспертное мнение». Даже в эту ночь люди не понимали, куда они могут обратиться, на что они могут рассчитывать, куда они могут поддаться, если вдруг у них там совсем очень дома холодно, и куда им бежать. Потому что я даже видел сообщение, что люди писали, что с другого поселка, где есть газ, что они готовы приютить другие семьи. Это все про героизм и раздолбайство. Когда у нас недостаточно хорошо, качественно работают сами коммуникации, системы какие-то. Достаточно хорошо при всех заявлениях налажена система вот этого быстрого реагирования, какого-то спасения и так далее. Но тем не менее, приложением там героических каких-то усилий людей, которые вот на переднем плане оказываются, так или иначе довольно быстро проблема решается. Жители уж совсем там в крайне ужасной ситуации не оказываются. По словам блогера Виталия Койраха, с восстановительными работами региональный штаб по ликвидации ЧАЭС справился хорошо, однако к чиновникам и причастным лицам есть ряд вопросов. Ярко вот это вот стремление утаивать и приукрашивать проявилось в плане участия губернатора. Нам рассказали, что он возглавил штаб, хотя на фотографии работы этого штаба губернатора не было. Всем раздал задачи, хотя задачи участников этого штаба, очевидно, не произвольным каким-то, какой-то идеей губернатора возникают. Очевидно, есть регламенты тысячу раз там прописаны. Губернатор должен присутствовать при таких чрезвычайных происшествиях. Не так часто они у нас происходят, но у нас очень много трагедий случается, как с детьми. И я не вижу тех людей, которые в первую очередь там должны быть, которые должны помогать, решать, выяснять проблемы. Я вижу там кого угодно, кроме тех, за кем непосредственно закуплена эта задача. Пастор не первый губернатор даже Оренбургской области, который так себя ведет. Можно вспомнить с пятилетней давности историю снежного плена, где губернатор Юрий Берг ровно в такой же ситуации оказался. Причем ситуация была более драматической, соответственно, репутационный ущерб для губернатора оказался выше. Нужно где-то когда-то и признать, да, губернатор отсутствует, но он на связи, он контролирует. Силы сотрудников МЧС потребовались не только на месте аварии. За праздничные выходные в Оренбурге проводилось сразу несколько спасательных операций. Тему продолжит Ванесса Петерс. Из-за аномальных морозов и метелей несколько оренбуржцев застряли на дорогах. Так, 23 февраля на трассе Элект Новосергиевка водитель не смог продолжить движение. Автомобиль просто заглох. На помощь выехал сотрудник МЧС. Водители и пассажиры помогли выбраться и добраться до ближайшего населенного пункта. Были развернуты мобильные пункты обогрева, стационарные пункты обогрева и питания. Для мониторинга привлекались оперативные группы главного управления, муниципальных образований. С 9 часов утра у нас трассы все открыты, работают в штатном режиме. В Гайском районе произошло тройное ДТП. Плохая видимость на дороге стала причиной столкновения трех автомобилей. Для устранения ЧС на место выехали сотрудники ГИБДД. Пришлось вызвать эвакуатор. Обошлось без поспродавших. 23 февраля освободить машину из снежного плена помог инспектор ДПС. Несмотря на сильную метель, мужчина регулировал движение автомобилей и указывал водителям безопасный путь. Им оказался лейтенант полиции Дарбек Шукумов. Вместе с ним выводил застрявших автомобилистов сотрудник ГИБДД, старший лейтенант Анатолий Корецкий. Увидели большой затор, скопившиеся автомобили, которые не могли проехать. Приняли решение незамедлительно всех эвакуировать. То есть сформировали первую колонну, количество семей машин. Вывели до села Тосблак. Затем развернулись, вернулись за остальными. Мы дорогу не стали прикрывать, так как образовался большой затор. И граждане были заблокированы в снежном плену. Уже 8 дней в снежном плену находится наш земляк из Орска, дальнобойщик Николай Браговский. На прошлой неделе он отправился в Киров, чтобы перевезти продукты питания. На трассе автомобиль зацепил обочину и съехал в кювет. Прицеп большегруза повалило на бок. Николай пытался самостоятельно вызволить транспорт из снега. Однако безуспешно. Единственное, какую оказали мне помощь дорожные службы, это дали мне баллон газовый и тот пустой. Ко мне не подъехал никто из государственной службы. Говорили мне, что погодные условия стоят. Мороз очень сильный, мы не можем ничего пригнать. Сейчас Николай нуждается в финансовой поддержке, так как ему необходимо вывезти грузовой транспорт из кювета. Кроме того, вы можете связаться с водителем и привезти ему необходимые продукты питания. Номер телефона указан на экране. Сотрудники управления МЧС Оренбургской области настоятельно просят жителей воздержаться от дальних поездок. Виновные будут наказаны. По результатам проведенной проверки, Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении двух сотрудников Бузлукского социально-реабилитационного центра «Радуга». Напомню, ранее в учреждении опровергли информацию о применении физической силы в воспитательных целях. Напомним, о применении физической силы к детям в реабилитационном центре «Радуга» заявила директор благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. В социальных сетях она написала, что один из подопечных ее фонда на приеме у психолога рассказал о жестоком обращении со стороны старших ребят и воспитателей Бузлукского центра. 20 февраля в региональном следкоме сообщили о возбуждении двух уголовных дел по статьям «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на тщательную проверку доводов Межовой Анны Андреевны, а также на проверку соблюдения прав и законных интересов остальных несовершеннолетних, находящихся в центре. С учетом собранных доказательств действием сотрудников центра будет дана объективная юридическая оценка. Следственный комитет направил письмо в региональное правительство с предложением перевести детей в другие социальные учреждения Оренбургской области на время расследования уголовного дела. Во время следствия будут оцениваться действия всех сотрудников центра «Радуга». Юлия Тюшевская, городской телеканал ЮТВ. Главный прокурор Оренбурга Андрей Жугин обратился с иском в суд. Он требует, чтобы администрация предприняла меры по строительству приюта для бездомных животных. Первое заседание назначено на 5 марта. Исковое заявление Андрей Жугин направил в Ленинский районный суд. Прокурор считает, что положение дел, связанное с бездомными собаками, не соответствует законодательству. Ответчиками в исковом заявлении выступает администрация Оренбурга и управление ЖКХ. Обязать управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга организовать проведение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Обязать администрацию Оренбурга создать приют для животных на территории муниципального образования города Оренбург в соответствии с требованиями законодательства. Сейчас в ведомстве ожидает решение суда. Заседание должно состояться 5 марта в 13.00. Напомним, что в Оренбурге в текущем году от жителей поступало немало жалоб на безнадзорных собак. Всего в Оренбурге сейчас действуют два частных приюта для животных. Однако они не в состоянии содержать всех бродячих собак. Ванесса Петерс, Городской телеканал ЮТВ. Холдинг Виктора Вексельберга провел интерес к Оренбургскому аэропорту и, вероятнее всего, будет участвовать в конкурсе на его приватизацию. Об этом сообщает Эхо Москвы в Оренбурге со ссылкой на Интерфакс. Напомню, что ранее в правительстве подтверждали информацию о приватизации аэропорта в 2021 году. Гендиректор холдинга аэропорта регионов, принадлежащего Вексельбергу, сообщил корреспондентам Интерфакса, что, скорее всего, будет участвовать в конкурсе, отметив нежелание вместе с аэропортами Оренбурга и Орска получить авиакомпанию Оренбурге, имеющую долги. Эхо Москвы в Оренбурге отмечает, что Виктор Вексельберг является основателем Ренова, к которой имеет отношение компания Т-Плюс. Губернатор области Денис Паслер ранее занимал пост председателя правления Т-Плюс. В Оренбурге разрешили проводить банкеты и корпоративы. Губернатор ослабил противоковидный режим. Очередные изменения в указ Денис Паслер внес 22 февраля. Несмотря на послабление, для посетителей общепита остаются обязательными рекомендации Роспотребнадзора. Социальная дистанция, дезинфекция и масочный режим. В целом режим повышенной готовности и самоизоляция для людей пожилого возраста продлены до 8 марта. Оренбуржцы обратили внимание на трещины на фасаде областного театра «Кукол». Напомню, историческое здание сдали после глобальной реконструкции только в декабре прошлого года. Подрядчик уже прокомментировал ситуацию. Ремонт театра «Кукол» обошелся федеральному и региональному бюджету в 140 миллионов рублей. Его провели в рамках национального проекта «Культура». Помимо внутреннего интерьера обновили и фасад исторического здания. Несмотря на то, что объект сдали только два месяца назад, уже сейчас на нем появились дефекты. В Министерстве культуры это объяснили привыканием здания к современным материалам. Волосиные трещины, возникшие на фасаде здания, также находятся под наблюдением специалистов проектной и подрядной организаций. Трещины по продольным гипсовым тягам – это допустимый процесс жизни здания, его привыкание к современным материалам, технологиям, условиям эксплуатации, особенно учитывая, что самому объекту более полутора сотен лет. В любом случае эти моменты устранимы, не несут конструктивных предпосылок и будут решены в рамках гарантийных обязательств. Подрядчиком реставрационных работ выступила компания «Новтехстрой». Ее директор посчитал причины возникновения трещин на гипсе, резкие перепады температуры и уровня влажности. Он пообещал исправить все недостатки в рамках гарантийных обязательств. Не усугубится ли состояние фасада до проведения работ – покажет время. Александр Кацун, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. В жилой части Оренбургской ледки уже несколько дней нет воды. Из-за коммунальной аварии повредилась система водоснабжения исторического здания. Жители вынуждены с ведрами ходить на колонку. Подробнее в материале. К юбилею полета Гагарина, к 60-летию полета Гагарина, вот такой подарок приготовила нам зима и Оренбургская администрация. Утром 21 февраля в здании Гагаринской ледки отключили воду. Уже несколько дней местным жителям приходится покупать ее в бутылках, набирать в колонке далеко от дома или топить снег. Чтобы решить проблему, они обращались в городскую администрацию, свою управляющую компанию, аварийную службу и водоканал. Но все безрезультатно. Аварийная служба отказалась. Два дня они нас, как говорится, мучили, а потом сказали, что мы не в состоянии это устранить. И передали дело в администрацию города. В администрации города мы просили, чтобы они нам помогли, но, к сожалению, они ничем нам помучили, ничего для нас не сделали. Два подъезда наши точно без воды. Вот все четыре дня звоним, ни ответа ни приета. К вам бригада выехала. Что значит выехала? Для чего она выехала? И где она? Вот мы сейчас ищем, не можем найти. По словам жильцов, коммунальная авария произошла в результате обрушения пола. Также произошла протечка между вторым и третьим этажом, что отразилось на фасаде исторического здания. Несмотря на то, что местные жители не смогли обнаружить работников, устраняющих последствия аварии, в администрации Оренбурга утверждают, что на месте уже работают специалисты. В настоящее время сотрудники обслуживающей организации проводят мероприятия по выявлению и устранению причин аварийной ситуации. В связи с тем, что ЧП произошло в нежилом помещении областного имущественного фонда, находящегося в аварийном состоянии, ремонтные работы продвигаются небыстро. Специалисты обследуют трубы для обнаружения мест промерзания. Ситуация осложняется тем, что в помещении отсутствуют полы и потолки. Находиться в нем небезопасно. Управляющая компания делает все возможное, чтобы устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки. Да, были обращения. Ребята работают на адресе там. То есть работы какие-то ведутся? Да. Обращение в аварийную службу также не дало никаких результатов. Там горожанам сообщили, что их заявка принята и скоро будет исполнена. Но воды в жилой части ледки все еще нет. До каких пор, пока неизвестно. Александр Кацун, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ. Сбор средств на лечение онкологии Екатерины Шумиловой, за судьбой которой наблюдают многие оренбуржцы, почти завершен. Удалось собрать колоссальную сумму – более 40 миллионов рублей. На посты о сборе средств на лечение оренбурженки Екатерины Шумиловой откликнулись сотни человек. Среди них не только обычные горожане, но и богатые люди. Например, Сергей Черный направил 2 миллиона рублей на лечение девушки. По словам предпринимателя Дмитрия Юдаева, помогают состоятельные люди нечасто. В основном сборы закрываются благодаря неравнодушным жителям, которые кидают по 100 или 200 рублей. Также Дмитрий Юдаев сообщил, что на данный момент остается нерешенным вопрос с нехваткой лекарств для больных онкологией. Пока мы собрали деньги. 800 мы собрали за 4 дня. И потом мы это лекарство выгребали со всей России. То есть в каких-то захолустных аптеках. Там коробочка, здесь там три баночки. Люди ездили, мне передавали, я передавал в больницу, мы скупались со всей России. Пока на какое-то время вопрос закрыли. Что будет дальше, никто не знает. Появится лекарство, не появится лекарство. Большинство лекарств для онкобольных зарубежные, что создает ряд проблем из-за изменений в российском законодательстве. По словам Дмитрия Юдаева, врачи сообщают, что в ближайшее время ситуация с нехваткой лекарств должна измениться. Однако полного понимания пока нет. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите на нашем сайте utv.ru Если у вас возникли вопросы или вы хотите поделиться своими новостями, звоните по номеру телефона 430045. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok